18 мая стартует ежегодная международная акция «Ночь в музее». Ее цель – приобщить людей к историческому наследию. Посетить бесплатные экспозиции алматинцам в этом году смогут с пяти вечера и до полуночи. Сама же акция проходит без государственной поддержки, сетуют работники самого большого музея в городе. Мы не нашли отклика в городских властей, к сожалению. Вот мы седьмой раз проводим, и все время это инициатива коллектива Центрального госмузея. Хотя у нас в Алмате свыше 30 музеев, в принципе, есть. И они бы все могли в один день открыть двери, и то ли дело рекламная акция одного музея, то ли дело рекламная акция комплексная на уровне городских властей и всех остальных музеев. То есть они приурачивают отдельные какие-то выставки, отдельные мероприятия. Нынешнюю ночь музея предварила презентация эксклюзивного каталога древности. В него вошли многие речащие отреставрированные украшения, домашние утвари и оружие Центральной Азии и Казахстана. По словам одного из создателей, работа по подготовке и выпуску книги с иллюстрациями была проведена очень большая. Приходилось некоторые детали восстанавливать по крупицам. Издание вышло на трех языках. Он сделан на международном уровне. Такого по охвату материала этой эпохи, такого каталогов на территории Центральной Азии еще не сдавалось. То есть здесь мы немножко опередили всех. Это будет гигантский труд, который все буквально до последнего экспоната нашего музея фондового будут приведены в порядок, и они навек сохранятся в электронной версии. А в Астане музейные сотрудники в преддверии 18 мая своего профессионального праздника объединились в ассоциацию. Новая организация поможет наладить связи между культурными учреждениями столицы и возможно разработает программу, как увеличить количество посетителей. На последнем совещании по развитию Астана президент критиковал чиновников за недостаточную заполняемость культурных объектов столицы. Назарбаев призвал городские власти устраивать интересные выставки, привозить в столицу для показа мировых шедевров искусства. Сами музейщики считают, что с посетителями у них проблем нет, но при этом просят журналистов побольше анонсировать их мероприятия. В фильмах показывают, недавно показали про Алтанадам, которые оригиналы, они хотели похитить. Вымыслы это. Мы сами в прошлом году по госзакупкам приобрели вот такую сигнализацию на битье, на открывание. Вот такие системы у них три, у нас сигнализация стоит на каждые три дня. Продолжение следует...